В Иркутском музыкальном театре имени Загурского сегодня праздничная обстановка. На прием губернатора Иркутской области, посвященный Дню Учителя, приехали педагоги со всего Приангария. Делегация из Братска одна из самых многочисленных – 12 человек. В ее составе директор Братской средней школы номер 46, заслуженный учителем России Алексей Побойко. Педагог с 36-летним стажем преподает физическую культуру. Уверен, главное для учителя – любить учеников и быть профессионалом своего дела. Все мы приехали с праздничным настроением. Это очень приятно, что глава нашей области уделяет нам внимание, что есть возможность у нас с ним встретиться, поговорить, пообщаться, услышать, ну и какую-то перспективу наметить. Сегодня праздник. Сегодня в зале лучшие из лучших, дорогие, уважаемые, прекрасные учителя. В зале нет свободных мест. Для всех приглашенных педагогов сегодня особенный день. Слова приветствия учителям Приангарии от главы области. Дмитрий Мезенцев подчеркнул – профессия учителя – одна из самых важных. Ведь задача педагогов – воспитывать молодое поколение. Я хотел бы еще раз, чтобы мы все вместе воздали должное тем людям, кто в этом зале, и тем людям, кто ежедневно и ежечасно входит в класс, в классы, в школы. Губернатор вручил учителям 140 отраслевых и региональных наград, в том числе премии в размере 200 тысяч рублей, 19 победителям конкурса в рамках реализации приоритетного национального проекта образования. Еще 100 педагогов, победивших в конкурсном отборе на получение премии губернатора, получили денежное вознаграждение по 250 тысяч рублей. Одним из первых награду из рук губернатора Приангария принимает директор Института образовательных технологий Иркутского лингвистического университета Леонид Выговский. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Иркутской области». Принимать такую награду очень ответственно. Ведь надо еще и отработать ее, а ресурс-то уже не такой большой. Поэтому, может быть, чуть-чуть отработано за те 47 лет, которые я работаю в образовании. Как подчеркнул Дмитрий Мезенцев, сегодняшний праздник не только повод поздравить педагогов Приангария, но и еще одна возможность для правительства Иркутской области обозначить свою позицию в отношении работников сферы образования. Мы хотим, чтобы 10-й год, как год учителя, был яркий и памятный. Но мы хотим, чтобы 11-й, 12-й и десятки и десятки последующих лет были по объему внимания, по накалу поддержки учительства и системы образования точно такими же. И в этом плане у нас для области есть все, чтобы мы не изменили этому нынешнему обещанию. Так, по итогам нынешнего года глава Приангарии вручит 100 премий по 25 тысяч рублей педагогам начальных классов. Кроме того, в конце 2010-го правительство намерено обозначить объем средств, которые в будущем году пойдут на реализацию программы по предоставлению жилья учителям. Вероника Тимошенко, Иван Кузнецов. Новости сейчас. Новости сейчас.